В Таразе прошла республиканская спартакиада среди учителей, организованная научно-практическим центром физической культуры при областном управлении образования. Всего в ней приняли участие 16 команд со всей страны, в составе около 700 педагогов. Подробнее в материале. Подобная спартакиада среди учителей по республике проходит впервые. Главная ее цель – это, прежде всего, пропаганда здорового образа жизни, педагогического состава страны, психофизическое раскрепощение учителя, развитие дружественных связей между педагогами страны. Вы знаете, для наших учителей очень важно физическое здоровье, физическое и психологическое здоровье. И вот в этих целях проводятся данные спартакиады. Отрадно то, что на первых и вторых этапах спартакиады учителей приняло участие от 10 до 20% от общего количества учителей. Вы знаете, что данные спартакиады проводятся по трех видам. Это волейбол, футзал и настольный теннис. Мы рады, что среди учителей пользуются популярностью эти виды спорта. Отрадно отметить, что на сегодняшнем республиканском финале спартакиады учителей принимают участие более 600 педагогов общеобразовательных школ. Каждой команде я желаю удачи. Конечно, победит сильнейший. Вы педагоги, и мы надеемся, что среди педагогов в своем лице он олицетворяет справедливую и честную игру. Прибывшие на соревнования учителя со всей республики пробовали силой по трём видам спорта. Это мини-футбол, волейбол и настольный теннис. И у всех одна задача – показать лучшие результаты и в итоге победить. Мы прибыли с командой по мини-футболу из Алматинской области. В предыдущем году мы выигрывали серебром. Желаем всем своим коллегам победы и успехов. Главное, чтобы прошло всё на хорошем уровне, без травм. В завершении спартакиада и лучшие из лучших будут представлены к наградам и денежным призам.